Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видео уроков для начинающих садоводов и огородников. Когда начали говорить о рассаде, о подкормках, и когда я стала говорить, что я ничем не подкармливаю, но использую в грунте сразу перегной, начали поступать вопросы, для меня, конечно, удивительные. Но некоторые люди даже не знают, что такое перегной и как он выглядит. Вот у меня оттаяла куча перегноя, сейчас я расскажу о его особенностях, о его внешнем виде. Вот это перегной, он сильно отличается. Вот земля моя родная на моем участке. Видите, один песок, ну пыль дорожная. У нас очень плохой грунт в городе песчаный, потому что мы, город находится на берегу реки, в дельте реки Бия, и у нас везде песчаная почва. Ну как видно, сейчас покажу, вот видите, у нас почва родная вот такого цвета, но все грядки у меня, видите, коричневого цвета. Во всех грядках у меня перегной. Если я не буду добавлять перегной, я не буду иметь ничего. Вот, разве в этой земле что-то вырастет? Вот моя земля. А вот тот самый перегной. Он отличается по цвету, отличается по консистенции, ну если можно так сказать. Он такой рыхлый, такой как, он даже блестящий. Перегной это перепревший навоз. Он должен перепревать не менее двух-трех лет, тогда это будет настоящий перегной. Перегной можно сразу добавлять в грядки, в отличие от навоза. Навоз добавлять нельзя, все сгорит. Его надо сильно с землей перерабатывать. А перегной можно в чистом виде, можно сделать грядку вообще из одного перегноя, если у вас есть возможность, тогда вообще будет шикарно. Это будет просто жирная, хорошая земля. Перегной нам заменяет все азотосодержащие удобрения. Если вы хотите облегчить себе труд, вот, я сделала грядки с перегноя, 50% там перегноя, тогда весной мне не нужно ни мочевиной, ни селитрой, ни подкармливать, ни чеснок, ни лук, ни батун, ничего. Я всегда рассказывала, или фабричные заводские удобрения, или можно заменить перегноем. Я в пользу перегноя всегда останавливаю свой выбор. Вот у меня эти перегнойные грядки удобривать не буду, сейчас прорыхлю, и все. Вот эта кучка тоже, чтобы я не садила, вот буду сейчас садить одно, другое, третье, я везде буду добавлять перегной. Вот потому что вот в таком песке, вы сами понимаете, никогда никакого урожая не получишь. Я больше чем уверена, что 50% людей имеют такие же участки с бедными, скудными почвами, на которых ничего не растет. Везде у меня перегной. Весной возят машинами, купите машину, будете добавлять несколько лет, вам на несколько лет хватит. Но вот у нас сильно плохая почва, я покупаю каждый год по машине перегноя. С него же делаю для рассады почву, чернозем и перегной смешиваю. Никогда не покупаю и никогда не подкармливаю рассаду. Все это есть в перегное и в черноземе. Вот это простое садоводство, которое без добавления фабричных всяких, оно дает больший эффект. Во-первых, у меня чистый урожай, здоровая рассада, без всяких там, с почвы, с чужой можно подхватить хоть что. Ну, всякие там болезни. Вот о перегное могу сказать то, что обязательно применяйте. Очень полезная вещь и не жалейте никогда деньги на перегной, потому что на удобрения, которые мы покупаем в магазине, мы тратим намного больше. Заходите ко мне на страницу в Одноклассники, там очень много статей о выращивании цветов, овощей. Наберете Ольга Чернова, 56 лет, город Биск, Алтайский край. И можете получить всю информацию, если вы только начинаете. Там рассказано, как делаю грунт, как выращивать петунию, всякие другие цветы, помидоры, перцы. Все об особенностях и описания лучших сортов. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...